Дмитрий Коломенский, Санкт-Петербург Вот появился звук замечательный. Я уже думал, что я буду в темноте, и мне будет хорошо. Несколько, буквально несколько вступительных слов. Мне очень приятно оказаться здесь, в этом городе, я имею в виду Мюнхене, о котором я много слышал, в этом городе в клубе, о котором я много слышал, в этой стране Германии в первый раз я оказался. Я о ней тоже, в общем, довольно много слышал. Должен сказать, что сразу же оправдаться, как все неопытные выступальщики, все начинают оправдываться. Я должен сказать, что я довольно плохо читаю стихи. Во-первых, я их не запоминаю, поэтому читаю с бумажки. Простите мне это. Я вообще считаю, что стихи нужно получше писать. Вот как это все потом прочтется, по крайней мере, это уже не мое дело. Но раз вы попали под меня, как под чтеца, и более того, потом вы попадете, как под барда, то я, как честный, но относительно честный человек, вынужден сделать такое признание. Не умею читать стихи, буду читать по бумажке. Иногда, несмотря на это, буду путать слова. Стихи у меня длинные, мрачные и грустные. Поэтому, если вам захочется… Да, сами человек очень веселый, как видите, а вот стихи другие. Такое бывает. Поэтому, когда вам захочется задать мне какой-нибудь вопрос, не ищите паузы, а спокойно задавайте между стихами в любой последовательности какие-нибудь вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если, скажем, Артур Геворгизов просил задавать вопросы, и ему их резонно не задавали, потому что Артур так замечательно выступает, что, в общем, всегда приятно его послушать, то в моем случае задавание вопросов, возможно, это вас спасет где-то до определенной степени. Поэтому так ощущайте, по самоощущению. Чувствуете, пора задавать вопрос. Задавайте. Здравствуйте. Я проживаю внутри своей головы. Мне в ней довольно привычно, тепло и уютно. И если вы скажете, что внешний вид обиталища моего кое-где не особо, а где-то совсем не того, то я скажу – ничего. Череп довольно просторен, мозг потихоньку гудит. Так что плевать я хотел на какой-то там внешний вид. Кроме того, о чем ты ни говори, с какой стороны ни смотри. Внешний вид безразличен тому, кто живет внутри. Многие подходят и говорят, зачем, говорят тебе, жить в голове, если можно в квартире, в доме, в избе. Можно, говорят, и эту одну разменять на две попроще. Но я намерен и далее жить в своей голове, жить, поживать, выживать, приживаться. Наивно мне, будто квартирный вопрос нигде не испортил меня. Некоторые смотрят в упор и вещают серьезно вполне, что проживать рекомендуется не в голове, а в стране. Нервничают, хватают за пуговицу, торопятся разжевать. В общем, очень хотят объяснить, как следует проживать. Я бы и согласился, да не могу, увы. Только подумаю, что проживать придется без головы. Тотчас что-то сжимается, никнет, нычится, тревожно шурша. Видимо, это душа. Ну да, по всем приметам душа. Лучше уж буду жить, как жил, с головой дружа. Чтобы душа дышала, а не всхлипывала дрожа. Чтобы мысли роились жужжа, и мечты, не жалея сил, вспыхивали свободно на фоне родимых берез и еще осин. Слышу такое, кое-кто взвивается на ура и сообщает, что, находясь на стороне справедливости и добра, голову мне проломит, проделает в ней дыру, что, несомненно, послужит миру, счастью и вообще добру. Мир и счастье лишаются речи, вообще добро хватается за виски. Крыть, разумеется, нечем, чувствуешь, как бы тиски. Некоторые измерители формы и прочее изобретение ума, долженствующее доказать, что ты не человек, а кусок дерьма. Слыша и ощущая все это, бедная моя голова, некоторое время молчит, не жива, не мертва, но после нас отпускает, и я опять берусь за свое, то есть беру себя в голову и проживаю внутри нее. Вечер, гляжу сквозь стекла глаз и вижу осенний дождь, смотрит в лицо мне спокойно, как последний дождь. Вестник бредет по берегу леты, спотыкаясь о камне лет. Я улыбаюсь, опускаю веки и выключаю свет. Вот это вот среднестатистическое по длине стихотворение было. Холодное лето ненастного года Коллеги походу ругают погоду Походу дожди за окошком гремят Глотает ливневка бесцветную воду И день вылезает навстречу восходу Бескровен, издерган, измят Холодное лето, звончей и надмирней Молчание Бога в просторной кумирне Туманней и глуши всевидящий зрак По-зимнему пахнет уютом в сабвее И подлой инъекцией ужаса Веет от надписи «Вова дурак» Тепло разменявший на глупую зелень В наш город июль обневчавший Подселен, не выгнать до срока Но вспомни о нем, когда задрожит Равновесие земное И новое лето ощерится зноем И черным задышит огнем Я даже в какой-то момент решил Что у меня складывается некий цикл О моих друзьях Некоторые друзья таки условные А некоторые друзья совершенно реальные Вот стихотворение, которое могло бы Войти в этот цикл Если бы я все-таки решился Его как-то так оформить Один мой друг Рассорившись с женой Красивый, талантливый, живой Ушел к другой, не менее красивый Сообщество галдело восемь дней На тему, как он мог И что он ей С завидную, но гаснущей силой Отнюдь не в результате голдежа Другой мой друг От ярости дрожа Расторгнул с первым всяческие связи Короче, там, где пенилось вино Теперь зияет мутное пятно Нелечащей, неистребимой грязи Еще был третий друг Так этот друг О первом написал настолько вдруг С такой неукротимостью ретивой Как будто бы свою жену с детьми Не бросил пару лет назад в Перми Что шло вразрез с публичной инвективой А я был друг им всем Я всем им друг Мы вместе составляем тесный круг Неотменимый в том ли В этом месте Где каждый есть Всего лишь то, что есть Где честь не в том, чтоб всюду петь про честь А в том, чтоб не бросать друзей в бесчестие Нет, я не всепрощением заражен Но сам, предавши пару-тройку жен И оправдания себе не видя Смотрю на эти игры трех волчат Как борды воротят, как молчат В своей непробиваемой обиде Смотрю и ощущаю кость и лед Я знаю, их сегодня не проймет Ни смех, ни водка, ни иное что-то А мы, кому их мир нужнее, чем им Все суетимся, все чего-то мним Надеемся на что-то, идиоты Но, думаю, настанут времена Вокруг моих друзей взойдет стена Превыше той, что между них торчала Тогда эпоха станет им чужда И даже многолетняя вражда Покажется связующим началом Они сойдутся, потому что враг Враждующий с отдачей и без враг Способен дать надежную опору Когда теряешь почву в гуще дней Когда стоишь во мгле судьбы своей Для всех кругом, не кстати и не впору Они сойдутся где-то за столом Не для того, чтоб вспомнить облом Не для того, чтоб как-то объясниться А просто перебрать остаток лет Сказать слова, которых больше нет Залить вином померкшие глазницы Я буду счастлив там, где буду я Почуяв этот выплеск бытия И думая, что мучим их преддверьем Почти слепых, беспомощней котят Нас даже жены бывшие простят Хотя в последнем не вполне уверен Озеро моего детства обнаружилось там Где я его когда-то оставил Больше озер в моем детстве не было Кто же теперь меня упрекнет в том Что это вписываемое в любые рамки Выламывающиеся из всяких правил Есть отрепь моего сердца Сладость моего сердца Боль его гнет Озеро моего детства совсем не изменилось Разве с пляжа исчезла вышка Что в общем закономерно У вышек не самый долгий век Зато черника моего детства По-прежнему тепла и крупна И рыба моего детства вышла Погреться на солнце И глядит вокруг, замерев с навсегда Разинутым ртом Знаешь, если есть во мне что-то То оно, несомненно, отсюда Понимание плотности и вечности мира Осознание прозрачности И бестелесности небес С тех ли пор я считаю, что контур сосны Являет собой неприходящее чудо И меня не особо волнуют блестки Иных поднебесных чудес С тех ли пор мне по большому счету Никто не нужен Ты, дорогая, права Я невнимательный сын Плохой отец Отвратительный муж Скучно, моя дорогая Тратить время на то, чтобы числиться Образцовым мужем Неинтересно Выкладывать мозаику чувств Выстраивать взаимодействие душ Лучше просто пользуйся мною, как можешь Вступая под эти своды Без надежды Без гарантии счастья Без подсказок Типа холодно-горячо Как я сейчас Осторожно вхожу В непрозрачную Торфяную воду Озера моего детства Круглого и черного Точно твой зрачок Надо сказать, что, к сожалению Я бы тоже с удовольствием сказал Обязательно можете почитать стихи в моей книжке Но когда я улетал, моя книжка понура шла в печать Она не успела сюда Так что приезжайте к нам в Петербург Если будет такая возможность И там, возможно, вам удастся найти где-нибудь мою книжку Пока она не вышла, я не знаю где Но, скорее всего, у меня где-нибудь дома Стихотворение называется «Интервью» Оно действительно интервью И если бы я понял, что можно было бы пригласить Евгения Вишневского Разыграться, то я бы обязательно пригласил Поскольку я вовремя не понял, сейчас буду маяться сам Интервью Куда идешь? На северо-восток Откуда? Из ларька живое пиво Там вывеска, где выцветшие раки Впились в такие выцветшие кружки Что в них и пиво как-то незаметно Ты любишь выпить? Я люблю смотреть И что там? Там сидит полуармянка, полутаджичка Хороша собою Красиво? Некрасиво Хороша Сосед мой говорит, что попытался к ней подкатить Но что-то не сложилось Зато ему теперь открыт кредит Четыре литра троечки в неделю Кто твой сосед? Ханыга Из дворян Ведущий род с шестнадцатого века От одного предателя Который донес и получил себе дворянство От Годунова Потому потомки, стыдясь себя, герба Царя Бориса Последних полтора столетия пьют А ты? А я нигде не дворянин И значит не имею прав на подлость Где ты живешь? На пятом этаже Под самой крышей Где твой дом? Не знаю Когда-то, правда, знал Потом прошло Какой ты веры? 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 Ну ладно, ходишь в храм Мой храм разрушен Что делаешь ночами? Жду утрат Что делаешь с утра? Боюсь проснуться Зачем ты пишешь? Видимо, привычка Зачем ты пишешь ямбом? Потому что Госдума запретила амфибрахий Ты можешь в рифму Я могу не в рифму Жжешь рукописи? Жгу Мои горят От них залает тошнотворный запах Откуда ты берешь стихи? Не знаю В чем смысл стихов? Не знаю Что нас ждет? Не знаю Но хотя бы чем мы станем в конце Ты знаешь? Да Но не скажу Ты веруешь? Я верю в то, что верю Зачем живешь? За пазухой творца Ты любишь Юльку? Видишь ли, дружище Что значит любишь? Как понять границы любви, симпатии, хотенья, страсти? Чем измеряют глубину и силу любовных чувств? И на каком этапе? Пожалуйста, короче Знаешь, Юлька, она прелестна Шея, плечи, ножки И перси, да Еще короче Нет Червоточина сердца и слуха По ночам превращается в звук И звонит напряженно и глухо Из бюро с опоздалых услуг Не имеет ни проку, ни толку Но тиранец, а зли ловчей Память свечка и память иголка Память камень и память ручей И пока ты случайно не помер Не откинул из стертых копыт Кто-то вновь набирает твой номер В беззащитное ухо долбит Просыпайся, ни дел, ни работы Ни великой судьбы, ничего Слушай, голос дрожит от чего-то Постарайся услышать его Постарайся он тише, чем ветер И не внятней, чем шелест листа Но пока для него на рассвете Еще есть времена и места Постарайся и может за это Ангел с губ твоих снимет печать Чтоб ты мог в ожидании ответа В поднебесную трубку кричать На дорогах вода Не вода, а какой-то месина Ни частицы тепла Не найти ни сухого угла Светло-серое знамя Зима за окошком повесила Словно чистую белую тряпку Забыть не могла Мимо угон спешат Суетливые, влажные, хмурые Низкорослые дни Торопливых прохожих стада Мир пропах роматом безмирья Простуды и микстуры И чем-то сирым и жалким Чем в городе пахнет вода Не сердись, если хочешь То новую роль мне в игре вмени Нарядись, заведи попугая-слона Но пойми, наши ссоры Всего лишь примета текущего времени Когда трудно ни ныть Ни болеть, оставаться людьми Это время разброда, распада Разлада, развеяться Перетопчемся, переживем, переждем Не реви А покуда сквозит, морозит Не живется, не верится И какая-то дрянь Из динамика врет любви Действительно, если так получилось, что песенки я начал писать Как только научился, выучил первые три аккорды на гитаре Конечно, тут же написал песенку В основном песенки я писал достаточно давно А потом все реже и реже Это такие относительно поздние песенки Ну, то есть не более, чем десять лет назад Живи и помни нынешние дни Теснется, будто куры на насесте Им их толкотня, их суйбный галдеж Каеркают нам слух и голоса И мы уже давно живем одни Но все еще поем, что все мы вместе Но все-таки судьбу не проведешь Натягивая шоры на глаза Живи и вспомни, слушай, подмечай Хотя сегодня это все не в моде Тяни по лабиринту эту нить Единственный сквозной ориентир Друзья уходят как-то невзначай Но так целенаправленно уходят Не успевая толком объяснить Зачем им так приспичило идти Живи и помни, помни больше ничего Нехитрая, но трудная работа Сегодня так опошленные слова Что лучше уж скрывайся и таи Сберечь свое святое естество Сберечь немного хлеба для кого-то И жизнь, хотя криклива и крива Нас выведет когда-нибудь к своим Живи и помни, помни и живи В конце концов нет выбора иного Из памяти рождается на свет Росток души душистый не гаси Он вспыхнет золотым цветком любви И терпким соком искреннего слова Нас напоит на много-много лет И что важней, на много-много зим Кто я по работе, по образованию? Профессия Работаю я менеджером по логистике В фирме торгующей программным обеспечением Образование у меня филологическое Педагогическое, даже 8 лет отработал в школе Я сейчас удовлетворяю свои педагогические позывы Менее формальным способом На детско-юношеских фестивалях Ввиду мастерские гитары Преподаю, смешно сказать Ну, преподаю, в смысле, тем, кто вообще не умеет Страна сошла с ума Ну что же, не впервой Протяжный жуткий вой Висит над отчим краем И даже тот, кто жил С согласия с головой Забыл людскую речь И захлебнулся лаем Страна сошла с ума Ну что ж, не в первый раз Крыловый шарит глаз Со шпиля спасской башни И тролли всех мастей И орки разных рас Час от часу лютей Гнусней и бесшабашней Когда ты видишь мир Поставлен на ножи Отсутствием души Мычанием идиота То все вернее мысль О том, что жизнь прожить Не поле перейти А переплыть болото Здесь давит духота Здесь блещет срамота Здесь даже честь и та Имеется, как шлюха Здесь кличет смрадный див С прогнившего креста Ощеривший уста От уха и до уха Но что же будет там В неясном далеке Где сосны на песке Где нет ни лжи, ни тины Сумею ли сказать На русском языке Так, чтобы самому Не сделалось противно Вдохнув мязом времен И не забыв о том Возможно ли потом На зло Зверью и мрази Разорванным уздой Замусоренным ртом Произнести слова Свободные от грязи Спасибо Это В деревне Гадюкино дождь Закипает земля При каждом заряде Из уст вырывается мля Селяне мрачнеет Почувствовав там за стеною Дыхание стихии Пока еще мягкий нажим Но стены прочны То есть мир до поры недвижим И связан корнями С укладом и тягой земною Полощутся темные кроны За серым окном Чудак-агроном Рассуждает о том Что геном гадюкинцев Мало похож На геном человечий В нем что-то от рыбьего Батюшка Кутаясь в плед Рассеянно слушает Этот кощунственный бред Топорщит плавник И молчит Приближается вечер В ночи председатель Готовит к отплытию бот Жена загоняет детей И скотину на борт Приносит еды Запасает воды Из колодца Бежит за бельем Председатель стоит с фонарем И шепчет в безвидное небо А мы не помрем Бот ловит волну и уходит Жена остается О господи Думает голов Течет и течет Сломалась там что Или вкралась ошибка в расчет Но слушая клекот и рокот По жести теряет Суровую нить рассуждений И прячется в сон Где мама и кошка Он бродит по сну Потрясен Отсутствием четких границ Между детством И раем Сперва различаемый Скрежет воды дождевой К утру переходит В тяжелый Неслышимый вой Скулит председатель Прилипнув От страха к настилу Уже не уверены в том Что останется цел Он видит райцентр На его лягушачьем лице Вспухает надежда И он говорит Подфартило Потом он сидит В райсовете Меж устриц и жаб Потом создают Комитеты Комиссии Штаб Горячую линию Кто-то из них открывает Начальник всего Шевелит отвратительным ртом В Москве Выделяются средства И только потом Деревня смывает Мы шли на лодке По лесной реке Жара плыла От нас невдалеке Молчали птицы Высились осины По берегу трусил Веселый пес И в белой пасти Кончик лета нес Внизу зеленый Сверху светло-синий Весло ныряло В воды делово И не было на свете Ничего Помимо пса Реки Осин и света Лишь мерный плеск Лишь стук собачьих лап Лишь озорной Расслабленный осклап Оскал небес До трепетания лета И мы Не рассуждали ни о чем Раз за разом Двигая плечом Перемещали мир Простой и сущий Кончался август Продолжался день И вверх ногами Пес летел в воде И вниз ногами Пес бежал по суше Иногда я пишу Какие-то белые стихи Забывая о рифме Это вообще что такое Возможно даже Почти верлибер Почти нет рифма Есть Праздник на нашей улице В девять пришел экскаватор И перебил электрический кабель Точным ударом ковша В доме у нас что-то щелкнуло Крикнула мама И наступила прозрачная Хрупкая Словно хрусталь Тишина Остановились Машина стиральная Стоны соседки В спальне компьютер Я говорил дорогая Что покупать надо было Без перебойника Не пилот Дрель у соседа над нами Сосед я давно это понял Есть приложение Приблуда Примитивные аксессуары Для подключения дрели К ближайшей розетке Самая жизнь замерла Словно споткнувшись внезапно И ощутив на секунду Что под ногами бесплотность Зиянье Сплошное ничто Анна Садись у окна Будем смотреть и смотреть Как остывают стены Как тени в окнах напротив Вдруг исчезают Как финский сквозной ветерок Неистребимым потоком Катится в щели Кладки кирпичной Наш дом превращается в то Чем он по сути Всегда и являлся В сумму Камня и влаги Дерева и песка Рыжих разводов Рыжи Анна Теплые плечи твои Выходят надежнее И вернее Газа Горячей воды Переменного тока Смотри Эти мгновения Когда мы становимся Частью природы Так редкие Скоро Оправившись от потрясения Люди начнут выживать Свечи зажгут Вынут из тещины комнаты Запасной генератор Переграют меню Заменив жаркое Салатом из огурцов Скоро иные И вовсе забудут Как выглядит Свет электрический Скажут Фигня это все Свет посылает Господь С белых престолов На нас Бестолковых Глядящий Скоро К застывшему монстру К задранным В небо ковшом Выбежит Ангел-прораб Герой-змееборец В желтой Как осень Каске С кличем На гневных устах Что? Доигрался Чурка без руки Для музыкального Продолжения Воплощения Песенной составляющей Этого выступления Я с большой радостью Удовольствием Радостью Пиететом И многими другими Прекрасными чувствами Искренними совершенно Приглашаю сюда Александра Евдокимова Город Лондон Мы по-прежнему читаем Димина стихи Вы поняли, да? Воскресный вечер Холод Недосып В крови Дремота В поднебесье Сыпь В ходу ушанки Из друзей Мазая Из-под ногтей Раздавленного Льда Сочится Охлажденная Вода Сочится Охлажденная Вода И тут же Стекленеет Замерзая Дымы, дымы Белесые Столбы Расплющивают А пространство Лбы В окне Гнездится Недобитый Стоик И слушает Что в мире Говорят Ведь если Замерзает Звук Орят Ах, если Замерзает Звук Орят То ни на что Надеяться Не стоит Всю вечность Как простуда Как облом Мороз торчит В окне Стальным колом Не ощущая Силы Притяжения Как нанизать Слова На этот Шест Как описать Отсутствующий Жест Как описать Отсутствующий Жест Как вычленить Из времени Движенье Медведи Спят Машины Спят Дома Я тоже Сплю Чтоб не Сойти С ума Лежу Себе Облом Ована Вроде Соплю И между тем Не тую вуз Но если я Когда-нибудь Проснусь Ах Если я Когда-нибудь Проснусь Навряд ли Что изменится В природе Ночью Даже крысы Голосят От тоски От страха Закрысят Стиснутых Тяжелой Лапой Мрака Да и мне Сейчас Не по себе В пятнах Тьмы В их Суетной Гурьбе Мне Иное Видится Однако Зренье Пробуксовывает И Меркнут Очертания Твои В фосфорном Бессмысленном Свеченье В складках Бытия В пыли Времен Виден Только силуэт Но он Тоже Мним И Видимо Ничей Немой Тем более Я сам Не свой Не дружу Уже Ни с головой Ни Еще С бутылкой Что же Далее Далее Ничего Грядет Антракт В коем Опростав Кишечный Тракт И Поняв Пора Крутить Педали Наш Герой Выходит В темноту Вот он Нервно Курит На мосту Вот Смеется Вот Уходит В нити Хорошо Ему Чертить Следы И Сухим Вылазить Из Беды И Писать Поэмы В туалете Ночью В каждой Луже Дремлет Бог Ибо Небосвод Не так Глубок Как Пятно Слюды На тротуаре И Моля Себе Труды И Дни Загляни Ей В око Загляни В золотое Око Божьей Твари Там Смеется Звездная Блесна Там Дрожит Горчичная Луна На Стальном Копье Фонарной Спицы Там Крысенок С Дудочкой В руке Боль Мою Ведет К Ночной Реке Чтобы Ей Воды Глухой Напиться Блесна Блесна Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Я смотрю из окна на то, как невнятную речь твердя сквозь бесспеть небесное решето. Проступают штрихи дождя, шевелится дорожный неб. У равнины по животу и готический строй дерев ощетинился в пустоту, но оттуда уже тверда. Точно в точке над буквой Ё прорывается не вода, а безумная мощь её. Закипает в земле песок, застревают в пути стада, из набитых водой высот. Истекает вода, вода, но сквозь пряди её ряда, что напротив окна стоит, проступает стена, стена пласт матери. Монолит этот мир не сгорит в огне, не раззявит в безумье рот, он иначе уйдёт во вне. Он утонет, его зальёт, потому-то вода в реке, как русалочья кровь горит, и всё громче звенит в башке. Песнь военная не рядаёт, ведь не зря по больной Москве Проскакал одноглазым Джо, царь Евгений на бледном льве. Повторяя своё у жёне случайно, жди всмурной на знакомое древо влез, не напрасно же новый ной закупает дешёвый лес. Я смотрю из окна на то, как невнятную речь твердя, сквозь небесное решето проступают штрихи дождя. Некто гулял по Невскому в понедельник, Невский урчал и выглядел делово. Не было денег, впрочем, нехватка денег, Вряд ли когда могла огорчить его. Некто свернул на Пушкинскую межделом, В сквере, где некий гений стоял столбом, Он прочитал, что выступит девушка в белом, Некто хихикнул, лучше бы в голубом. Впрочем, решил, пожалуй, сойду за лоха, Буду обласкан музами, просвещён. Девушка в белом пела на редкость плохо, Плохо, конечно, плохо, а как ещё? Девушку искупали в аплодисментах, Девушка разовела сквозь тонкий шёлк, Ей поднесли корзину в цветах и лентах И нарекли богиней, а кем ещё? После один издатель вещал о разном, После какой-то бард давил на хихи, После на сцену вышла старушка в красном И сообщила всем, что прочтёт стихи. Некто смутился, глядя на то, как рядом, Хлопали, выли, тянули букеты вверх. Он пожалел о том, что нет склянки с ядом, Жалко, что яда всегда не хватает на всех. Как же они подвижны, сквозны, активны, Как же они, он думал, тупы, пошлы, Рой одноклеточных, стая омёб, актиний, Вы от кого так недопроизошли? Дарвин в отстое, босх на костлявой кляче, Всех в это время, в розницу и общо, Звали на некий вечер, а как иначе? Звали в какой-то клуб, а куда ж ещё? Вряд ли они тут все прилетели с Марса, Но, согласитесь, дамы и господа, Это не сумма частностей, это масса, Даже, пожалуй, хуже того, среда. Вот вам, друзья, итог компромисса с тенью. Именно это Андерсон предсказал, Что остаётся неприсоединение. Некто подумал так и покинул зал. Он миновал пустое фойе, Прошёл там, где по бокам висело, Пестря о том, что состоится Вечер поэта в жёлтом и выступлении девушки в золотом. Дедушка в чёрном тлел на афише смело, Дама в бордо предвещала кошмарный сон. Некто попал на улицу, там темнело, Лето в лиловом, едко подумал он. Не было денег, на перекрёстке встретил Девушку в белом, скорчился под плащом. Двое спросили, хочет ли он быть третьим. Некто сказал, что хочет, а как ещё? Некто сгонял в продмаг, и довольно скоро Водка уже несла серьёзный урон. Трое сидели, тьма занимала город И обступала их с четырёх сторон. Движение КСП бессмертно. И в лучшем, и в худшем смысле этого слова. Нет, это правда. Всё-таки это посвящено не всему движению КСП, А некоторой своеобразной части. Движение КСП, движение поэзия, Движение издательской деятельности и прочим. То есть не самим движением, а их уровнем некоторым. Мы живём на горе, где земля завершает шар, Где ветра пинаются обрыва, июльский жар, И сухая почва оскаля щербатым ртом Наколола на бритый череп наш хлипкий дом. Здесь, как триста, как тысячи лет назад, Точь в точь, в щели стен дощатых Татарская свищет ночь, И окно без стекла с дрожащим внутри огнём Не пронзает мрак, а бесславно сгорает в нём. Нам ни мир не врёт, Нас ни хворь пока не берёт. Мы глядим, как внизу Суетится курорт и сброд. Мы жьём их пищу, Молчим, когда им смешно. Мы сосём их чёрное, Как собачья кровь, вино, Но при этом помним Улыбкой о щерезь злой, Что они превратятся В обычный культурный слой. Мы же станем пылью, Холодным дымом степным, Чтобы с хохотом литься В пустые глазницы им. Но тебе не дождаться смерти, В земле не гнить, Парком не перегрызть Твою золотую нить. Если смерть не симбиоз Темноты, пустоты, немоты, То она есть небо, Море, горы и ты, Ты воспитана здесь, В этих страшных сухих местах, В этих трёх колючих, Пришитых к камням кустах, В этой бухте, Где вечером чайки, Стремясь к воде, Выжимают с пляжа Замешкавшихся людей. Проходи, проплывай, Пролетай над моей судьбой, Над моей невозможностью Взмыть, быть рядом с тобой, Тяжелею костями и телом, А пача тем, что назвать бы душою, Да стыдно людей и стен. И когда я стану черепом, Да, когда утеряю мимику, Нос, непрозрачность глаз, Наше мы распадётся на ты и я, Навсегда разделив грамматически Всё, что сближало нас. Но пока из очей моих Не пошёл песок, Не сгустилось время В тяжёлый комок желе, Буду видеть и видеть, Что твой небосвод высок, И ты в небе твёрже стоишь, Чем я на земле. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Санкт-Петербург, Дмитрий Коломенский. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, говорят, что надо сделать так, Сейчас я пытаюсь. У меня нет цинической подготовки. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо огромное. Дорогие друзья, У нас буквально 10-минутный, 15-минутный перерыв После этого программа Кабаре «Карусель» Терезин 1944. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА